Несмотря на то, что сложившаяся лесопожарная обстановка в Бурятии по сравнению с минувшим годом стала более благополучной, своё выступление на Всероссийском селекторном совещании руководитель МЧС Российской Федерации Владимир Пучков начал с критики. Где ваша наземная группировка? Где пожарно-химические станции? Где противопожарные разрывы? Где профилактическая работа? Не надо так с головы-то, со своей ответственности снимать. Отвечайте, 2000 гектаров. У вас сегодня 91 человек, 14 числа горит. Больше, чем 20 гектаров горящей тайги на одного специалиста. В общей сложности на 4 июля в Бурятии зарегистрировано 30 лесных пожаров на площади более 4100 гектаров. В их тушении принимает участие авиационная группировка и 887 человек, которые борются с огнём на земле. Глава МЧС потребовал усилить наземные силы и средства. Временно исполняющий обязанности руководитель лесного хозяйства Бурятии подчеркнул, что за 2015 и 2016 годы республика задолжала федеральному центру из-за тушения пожаров более 300 миллионов рублей. Но и требуется ещё большая сумма. В целях обеспечения работ по предупреждению и ликвидации лесных пожаров, своевременного обнаружения лесных пожаров и недопущения их на большие площади, необходимо на настоящий момент решение вопроса о выделении средств федерального бюджета в дополнительно финансированном размере 356 миллионов рублей. Оценивая в целом ситуацию в Бурятии, глава МЧС подчеркнул, что ставит твёрдую четвёрку. А глава Бурятии сообщил, что сейчас главный упор будет сделан на жителей районов, более всего подвергающиеся лесным пожарам. Учитывая, что погода неблагоприятна и будет только ухудшаться, безусловно, мы сейчас первое, что сделаем, это вновь проведём сходы граждан, подворовой обход всех граждан, расскажем о той складывающейся обстановке, о том, что сегодня надо воздержаться от посещения лесов. Не осталось без внимания информации о якобы грядущей отставке руководителя МЧС по Бурятии Виктора Михайлова. Вот что заявил по этому поводу Владимир Пучков. У нас осуществляется плановая кадровая политика в системе МЧС России, в том числе мы сегодня с главой республики обсудили и этот вопрос. По завершению совещания министр МЧС посетил пожарную часть номер 2 железнодорожного района Улан-Удэ и затем вылетел с инспекции в Забайкальский край. Илья Бельков, Намсарай Намсараев, Евгений Павлов, Новости дня.